Огонечко на меня смотрим. И все анекдоты про цвета у женщин и мужчин имеют научную основу. У дам количество клеток, которые отвечают за цветное зрение в два раза больше, чем у мужчин. Как итог, мир для нас действительно играет яркими красками. Поэтому не сердитесь на мужа, если он назовет вашу кофточку не пурпурной, а розовой. Это говорит не о невнимательности, а лишь о том, что он настоящий мужчина. Даже за рулем мужской и женский глаз ведут себя по-разному. И тут понимание мужчины, наука на стороне женщин. Они видят за рулем лучше. Аварии на больших перекрестках и при перестроении удел мужчин. Так говорит статистика. У женщин зрение периферийное. Они спокойно видят то, что творится спереди и сбоку. Отлично запоминают все детали, которые, кстати, часто их и отвлекают. Именно поэтому девочки ходят по магазинам в два раза дольше, чем мужчины. Ходить со списком продуктов по магазинам нам, женщинам, гораздо легче. Мужчинам для того, чтобы купить все это понадобится в два раза больше времени. Они видят только то, что перед собой, а по сторонам смотрят редко. Мы же с легкостью ориентируемся между прилавками и быстро находим то, что нам нужно. Зато сильный пол четко следует инструкциям и никогда не купит лишнего. Все строго по пунктам. У мужчин зрение тоннельное. Если объект находится прямо перед ними, они его легко заметят. Мужчина по натуре охотник. Видит цель, не видит препятствий. Так задумано природой. Но женщина хранительница очага. Она должна следить за детьми и обращать внимание на всякие мелочи. Именно поэтому мужчины лучше стреляют, но хуже видят мелкий шрифт в газете, компьютере, телефоне. А девушки отлично работают с мелкими предметами, но плохо видят ночью в монохроме. И тут главное просто дополнять друг друга и смотреть в одном направлении.